По ножовщина в Горловке. Компании молодых людей сошлись стенка на стенку у местного ночного клуба. Один участник разборок погиб. Есть и раненая. Что стало причиной массовой драки, выясняла Анастасия Певная. Сегодня в полтретьего ночи в этом заведении, которое считается одним из лучших ночных клубов города, произошла драка. В результате разборок один человек погиб, еще один доправлен в реанимацию. За помощью к медикам со множественными ножевыми ранениями обращались еще шестеро участников конфликта. Сейчас они на амбулаторном лечении. Умершему на операционном столе парню был 21 год, и он недавно вернулся из армии. Состояние его товарища медики называют стабильным. Больной с ранениями более легкими находится в отделении сейчас в удовлетворительном состоянии. По словам очевидцев, разборки начались между двумя незнакомыми ранее компаниями. В одной из них были лица кавказской национальности. Как говорят свидетели, они и достали нож. Сами участники драки рассказывать о случившемся отказываются и убегают от камер. Просто подрались, да, они порезали нас, как свиньи. С администрацией клуба нашей съемочной группе связаться не удалось. В здании заведения был только охранник, который уверяет, что ничего не знает о случившемся. А что я могу рассказать? Я не был тут, ничего не знаю, ничего не случилось. Что? Но для жителей соседних домов драки в этом ночном клубе не редкость. Вот и вчера стали невольными свидетелями Поножовщины. Так какая-то толпа парней там бежали, они друг на друга. А один кричал, за что ты порезал. Как будто, говорит, так тяжело порезали. И там, главное, много их было. А сколько примерно? Да я смотрю, ну человек 30-40. Однако в милиции утверждают, что в Поножовщине посетители ночного клуба не участвовали. То, что это в клубе было, это вообще, ну, это было в районе. Это посетители клуба были? Нет, это не посетители клуба. Не посетители клуба. Ну, я сняю. Ну, не нашли того, кто нападал. Ну, сейчас проводится проверка совместная с милицией, с прокуратурой. Нож, которым убили молодого горловчанина, милиция уже нашла. Но по подозрению в убийстве и нанесении телесных повреждений пока никого не задержали. Анастасия Пивная, Сергей Чакрыгин, телеканал Донбасс.